6 октября 2024 год. Значит, по поводу... Уже ни один спикер, ни один блогер говорит о том, что вроде бы договариваются о том, чтобы захваченные Россией территории оставить под контролем России, а Россия отказывается продолжать наступление в обмен на то, что мы там типа не будем вступать в НАТО. У украинцев, которые... Ну, оставшаяся часть Украины не подконтрольная Россия, не оккупированная Россия. Это и ерунда, и чёс. Ребятки, не пытайтесь себя, я не знаю, зачем это делают вполне себе авторитетные блокеры. Это чухню распространять. Я напоминаю просто, что в 2014 году мы, как Украина, уже имели внеблоковый статус, закрепленный в Конституции. Не на перспективу там кому-то что-то обещали, а уже у нас в Конституции был закреплен внеблоковый статус. Мы уже распустили армию. Ну, в том смысле, что срочную службу отменили. Отменили. В 2013 году у нас был отменен призыв на срочную службу. Его просто не существовало. Потому что зачем же? У нас же русские братья на Запад, мы сами хотим. Зачем нам армию? Я сам так рассуждал, так что никому претензий не предъявляю. Мы тратили на военщину миллиард восемьсот миллионов долларов в год. То есть это сейчас когда нам дают по шестьдесят миллиардов один только американцев в год. Ну, это как бы просто смешно даже выглядит. Так что нет, ребят. То есть, взять, положить. Вот сейчас там под миллион уже положили россияне своих убитых и ранеными. И это все ради чего? А ради того, чтобы вернуться к состоянию четырнадцатого года? Нет, так не будет. Это все чепуха. И вообще нам нечего с россиянами даже договариваться. Потому что пока будет существовать это государство, этот режим, то есть сколько уже было договоров. Бутапештских меморандумов, больших договоров, да, подписанных лично Путина. А разграничение границ было подписано Путина в 2003 году. Это все пошло прахом. Так, ну, правда же, да? То есть, какой смысл в том, что нам кто-то даст, кто-то кто-то говорит, вас примут НАТО. Вас примут НАТО. Оставшую часть неподконтрольную Россию примут в НАТО. Вы что, ребят, серьезно? Ну, давайте может у Орбана спросим. Или у ФИЦа там у этого. У упырей этих, блин. Они сильно будут рваться при этом НАТО. Сильно будут. Да, даже, господи, даже поляки, они сильно будут рваться своих солдат отправлять воевать за Украину, если Путин завтра после подписания договора попрет опять на Харьков. Ну, я думаю, что нет. Так что нет, нам надо добивать Российскую Федерацию, стараться чтобы Запад нам помогал, как мы сможем уговорить его это делать. Да, напоминать иногда ему тыкать про этот Будапештский меморандум, про то, как замерели нас там, заставили Казахстан, Белоруссию, Украину отдать свое ядерное вооружение Российской Федерации. Ну и, конечно, ждать, пока его грухнет, цена на нефть, и Россия будет истощена, так как Российская Федерация, так же как Советский Союз, и это закончится таким же крахом, я уверен в этом. С этим народом ничего нельзя сделать. У меня просто недавно, буквально еще пять дней назад женщина одна из России, которая очень уважительно относилась, одна из умнейших представителей своего поколения, да, то есть, и вот я узнал, что она против Путина, там все, но сейчас она говорит нет, я не хочу поражения своей стране, я не хочу ее в Курске, чтобы я взял за... То есть, вы не понимаете даже самые яркие и интеллектуально развитые представители вашего народа, не понимают, что вы сейчас хуже гитлеровцев, что поддерживая свою страну, вы поддерживаете бучу, вы поддерживаете насилие, вы поддерживаете убийство, вы поддерживаете разбомбленные детские дома, пытки, 95% пленных украинцев прошли через пытки по докладу он, 95% вы поддерживаете вот это, ну с вами ничего не сделаешь. Ладно, все будет нормально, все будет Украина, не пораимайтесь.